Владимир Луковкин в этом году заканчивает школу. Сдавать ЕГЭ молодой человек будет по четырем предметам. Обязательный русский язык, профильную математику, биологию и химию. Готовиться к экзамену Владимир начал еще осенью. Помимо уроков, большую часть времени школьник проводит за просмотром онлайн-курсов и тематических сборников ЕГЭ решением задач. Больше всего волнению Владимира вызывает биология. По биологии там прям есть очень сложное создание. Вообще биология считается самым сложным ЕГЭ, что средний балл самый маленький, на который сдают биологию. Благо у меня с биологией все хорошо, потому что я занимаюсь олимпиадной биологией и в принципе занимаюсь я из седьмого класса. По биологии действительно есть задания вне школьного уровня, такие, по которым нужны дополнительные знания. Как говорит Владимир, время на увлечение у него остается. Все годы он учился хорошо и сейчас в основном ему необходимо просто вспомнить, отточить знания. С ним согласен его одноклассник Даниил. Осознание того, что не за горами ЕГЭ, пришло к нему в начале 11 класса. И тогда началась горячая пора. Выбор вуза, направление подготовки и предметов для сдачи. Ну естественно, все-таки я советую пораньше задумываться о том, куда вы пойдете и так далее. То есть некоторые мои одноклассники, они уже два года как выбрали свое ЕГЭ и готовятся к нему. Ну я думаю, что их подготовка будет успешнее и продуктивнее, чем у меня, например. Сдавать Данилу придется пять предметов. Помимо базовой математики и русского языка, юноша выбрал литературу, историю и общество знания. Последние два предмета особого волнения у него не вызывают. По ним всегда были пятерки. Много читал вне школьной программы. Базовая математика с точки зрения Данила тоже довольно легкий предмет. Безусловно, это всегда есть волнение, всегда есть переживание. Но просто вы должны понять, что чем лучше вы подготовитесь, тем лучше вы напишите. И поэтому чем волноваться, лучше просто сидеть и готовиться к ЕГЭ. Потому что если оценивать именно сам ЕГЭ как экзамен, то есть как сам текст задания и так далее, он достаточно простой. То есть если ты учишь, если ты готовишься, там все легко. Это сама процедура, возможно, вызывает волнение, но это уже вопрос не к нам. Присутствие волнения перед экзаменом – это хорошо, говорят психологи. Но нужно оценивать степень этого волнения. Чрезмерное напряжение, паника или наоборот равнодушие – повод задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту и помочь ребенку. Дети могут перестать хорошо питаться. Некоторые дети не выходят даже на улицу подышать свежим воздухом. У них тотальная учеба, освоение материалов. И перегруз идет в связи с этим. Могут на пробных показывать не очень хорошие высокие результаты, несмотря на то, что очень много готовится. Но, к сожалению, так тоже бывает. И есть дети, которые могут планировать их тип мышления, нервные системы, позволяют разумно организовать свое время и пространство. И они спокойно осваивают материал по программе. И плюс подготовка к экзаменам идет. То есть, ну, хорошо, что такие дети есть. Их тоже достаточно много. Нередко и на самом экзамене ребенок получает не тот результат, который планировал. Важно заранее проговорить с ним все варианты. Скажите своему выпускнику, что жизнь на одном ЕГЭ не заканчивается. Вы будете любить его в любой ситуации. Это даже будет давать больше уверенности ребенку на экзамене, что он нужен в любом случае. И успокаивать нервную систему. Что все решаемо. То есть, вот этот посыл. Все решаем, мы с тобой порешаем. Классно будет, если родитель заранее с ребенком проговаривает разные варианты событий. Какие могут быть от самых худших до самых лучших версий. Чтобы была палитра выбора. Что у меня может получиться. Да, может быть не очень хорошо. Как я хотел бы сейчас. Но кто знает, может быть это будет наилучший вариант. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ24.